Здравствуйте! Это Суть Дела. Реальные доходы российских граждан снизятся по итогам года на 6-7%. Такую оценку дает президент банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. Падение доходов Задорнов ожидает в связи с тем, что зарплаты как в государственном, так и в частном секторе не смогут повысить пропорционально росту потребительских цен. Реальные доходы людей пока за полугодие упали на 3-3,5%. Мы говорим именно о реальных доходах за вычетом инфляции. По году мы ожидаем 6-7% в силу того, что индексация зарплат как бюджетников, так и частного сектора будет существенно ниже, чем инфляция, сказал банкир, который, кстати, ранее занимал пост министра финансов России с 1997 по 1999 год. «При всем моем почтении господину Задорнову позволю себе усомниться в приводимых им цифрах. Каждый из нас ощущает, что кошелек его полегчал гораздо сильнее. Население беднеет, и это означает, что, ощущая недостаток средств, люди будут чаще искать возможность эти средства занять». Вот, кстати, что говорит по этому поводу начальник управления потребительского кредитования того же ВТБ-24 Дмитрий Поляков. Второй квартал 2015 года показал значительный рост рынка кредитов наличными. Рост составил 95%. Мы наблюдаем устойчивый тренд к восстановлению спроса на кредитные продукты. Во втором квартале объем обращений для получения кредита наличными вырос более чем в два раза и продолжает расти. Мы не ожидаем в дальнейшем сохранения таких же темпов роста. При этом с уверенностью можем рассчитывать на дальнейший рост показателей продаж как в штуках, так и в объеме средств, предоставляемых клиентам в рамках продукта кредит наличными. Естественно, многие бизнесмены тоже уловили эту тенденцию. В результате появилось множество кредитных организаций, которые осуществляют выдачу экспресс-кредитов с минимальным набором документов, ну таких как паспорт, водительское удостоверение, загранпаспорт, ПТС и так далее. Такой вид кредитования отличается простотой получения, но зато повышенной процентной ставкой. Подав заявку на небольшую сумму, в течение часа можно получить наличные. Однако условия выдачи таких кредитов зачастую представляют опасность для заемщиков. Вот, например, одна из таких организаций предлагает микрокредиты на сумму до 25 тысяч рублей. Максимальный срок пользования 52 недели. Переплата 3,23% годовых за одну неделю. Для получения надо предъявить только паспорт. И сразу после оформления заявки можно получать наличные. Все замечательно. Только 3,23% в неделю – это около 155% годовых. Но человек, которому по зарез сегодня нужны деньги, обращает внимание только на скромную цифру 3,23 и не спешит умножить ее на 48 – число недель в году. Фирм, предоставляющих финансовые услуги в виде кредитов, у нас много. И жалоб на них о мошенничестве и фантастических процентах тоже немало. Поэтому давно и бесполезно. Специалисты финансового рынка говорят о необходимости ограничить аппетиты ростовщиков законодательно. Иногда полезно заглядывать к соседям, чтобы узнать рецепт борща, который у вас почему-то не получается. Вот наши соседи – поляки. Буквально на днях приняли закон о борьбе с ростовщиками. У них эта проблема тоже существует. Что же нового придумали братья-славяне? Цель нового закона – улучшение охраны прав потребителей и услуг финансовых фирм, выдающих кредиты, сообщила канцелярия президента Польши. Новый закон ограничивает стоимость получения кредитов и облегчает правоохранительным и финансовым органам контроль за рынком финансовых услуг и принятие мер к недобросовестным его участникам. Во-первых, финансовые организации теперь могут выступать в Польше только в форме акционерных обществ. Причем минимальный уставный капитал должен составлять не менее 200 тысяч злотых, что составляет около 3,5 миллионов рублей. И внесение его допускается только в денежной форме. Кроме того, польский закон ограничивает проценты по кредитам. Они не смогут превышать ключевую ставку Центробанка более чем в 6 раз. Кредитополучатели по этому закону имеют право возврата кредитных средств без процентов, если кредитная организация превысит установленный лимит процентов. Все элементарно просто и очень не помешало бы и нам на нашем беспощадном и коррумпированном финансовом рынке. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok